Добрый день! Меня зовут Татьяна Калинкевич. Добро пожаловать в мою мини-мастерскую. Здесь я занимаюсь своим любимым занятием. Изготавливаю игрушки, но и не только игрушки. Раньше я занималась бисероплетением, 10 лет отработала во Дворце Творчества, а сейчас потихонечку увлеклась шитьем игрушек тильдами. Раньше я занималась меховой игрушкой, но потихонечку меховые игрушки отошли на второй план, и в моду вошли игрушки из натуральных тканей. То есть лен, хлопчатобумажные ткани. Большим спросом стали пользоваться эти игрушки. И нравится населению, нравится людям. Поэтому как бы заинтересовалась, начала шить. Это очень увлекательно. Первая игрушка, конечно, как и всегда, она немножко кривая, но дальше все сложнее и сложнее. И каждый раз игрушка получалась интереснее, лучше. Я больше заинтересовывала, что-то придумывала свое, что-то брала из интернета. Но, конечно, своя задумка меня больше интересует и больше увлекает. Ну, игрушки, конечно, начинались с более простых. Постепенно они усложнялись. Усложнялись в плане чего? Игрушка была простой, без одежды, какая-то куколка примитивная такая. Потом на нее, конечно, уже придумывался какой-то вариант одежды. Даже вот если я возьму сейчас нашу белорусочку, вот в таком плане, конечно, что-то придумала я ей в плане орнамента, добавила, чтобы это была стилизованная куколка. В этом году, конечно, нельзя оставить без особого внимания зайцев. Зайцев я шью разных. От маленьких до больших, от сложных до самых примитивных, простых. Вот эти зайцы с плюшки очень нравятся детям, которые не любят спать. Родители приходят и говорят, мой ребенок плохо спит. Ну вот, кто? Зайка, который быстро засыпает, рядом с малышом. И, конечно, весь процесс засыпания происходит быстрее. Конечно, туристам нравятся очень мои аисты. От аистов просто в восторге. Но как-то тоже подошли туристы и говорят, а почему только мальчики? Тогда я уже добавила к ним девочек. И девочки у меня стали очень смешные. Более сложные игрушки, вот такие, как чайные куклы. Это кукла-грелка. То есть, ею можно согревать, заваривать травки. Также утеплять что-то, приготовленное, чтобы долго. И очень красиво, изящно смотрится. Когда я захожу в магазин и вижу я определенный вид ткани, я сразу начинаю представлять, что я могу сделать из этого. То есть, я увидела, у меня зародилась какая-то идея, фантазия. Все, я эту ткань купила, положила. Долго вынашиваю весь процесс, что дальше можно сделать. Ну и, конечно, нельзя оставить, опять же, без внимания наших зайчиков, новогодних зайчиков. Я увидела вот эту ткань, она мне очень понравилась. Новогодние, снежиночки. И появился вот такой зайка. Что я начинаю делать? Первое, конечно, это лекала, с которыми нужно потом поработать. Ткань. Все это обводится. Потом это все обшивается на машине. Затем я это все вырезаю. И самый процесс выворачивания, наталкивания игрушки занимает очень много времени, чтобы получить в итоге вот это чудо. После того, как я сделала раскрой деталей, я их соединяю на швейной машинке. То есть, самым простым швом с закрепочками вначале и начинается процесс изготовления. Сейчас я делаю туловище зайчика, которого я раскроила. Это кажется, что все быстро. На самом деле, это только начало. Ну, вот такой вот вроде бы несложный процесс, но времени требует много. Сейчас мы это все будем вырезать. Каждая деталька вырезается с припуском. Помогаю выворачивать себе специальным пинцетом. И этим же пинцетом я заполняю синдепоном данные детали. То есть, вот таким образом все выворачивается. Вот такой незатейливый процесс. Все вечера зимние проходят за работой. Просто так, каждая минутка занята. Сначала одну детальку, потом другую. Что-то откладывается в сторону. Начинается процесс по изготовлению другой какой-то игрушки. Ну, каждая игрушка, конечно, доходит до своего логического завершения. Я вкладываю очень много туда своих эмоций, положительных эмоций. Когда ко мне приходят и забирают покупателя игрушку, они всегда говорят, у вас очень веселые, добрые глаза. Вон, игрушек. То есть, они дают радость, эмоции положительные. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу.